прошлый раз чем мы с вами занимались мы с вами начали изучать понятие ранга матрицы но мы там поговорили просто прошлом паре про по и общее понятие ранга системы векторов векторного пространства но нам она в основном будет нужно именно для матриц а для матриц мы рассмотрели два понятия столбцовый ранг матрицы и строковый ранг матрицы значит на всякий случай напомню что столбцовый ранг матрицы это наибольшее количество столбцов которую так наибольшее количество наибольшее число n такое что вы в матрице можете найти n линейно независимых столбцов и точно также и точно также про строковый ранг прошлый раз мы доказали вот такое утверждение я его тут отметил желтеньким цветом что столбцовый ранг матрицы не меняется при элементарных преобразованиях только не столбцов строк секунду сейчас давайте исправлю столбцовый ранг матрицы не меняется при элементарных преобразованиях строк вот а сейчас наша ближайшая цель показать что столбцовый ранг не меняется при элементарных преобразованиях столбцов а тема так секунду тема если мы стартовали с матрицы а если мы стартовали с матрицы а выполнили с ней одно одно элементарное преобразование столбцов получили матрицу b то тогда столбцовый ранг матрицы b так я скажу более сильное утверждение что линейная оболочка столбцов матрицы а просто совпадает с линейной оболочкой столбцов матрицы b вот такое утверждение сейчас если вы делать элементарное преобразование столбцов матрицы то при этом линейная оболочка всех столбцов сохраняется на самом деле это утверждение довольно простое почему потому что давайте мы вспомним что такое элементарное преобразование столбцов это когда вы либо к одному как к одному столбцу прибавлять другой умножить на скаляр либо вы переставляете два столбца а какой-то столбец умножаете на ненулевой скаляр вот все что все что мы сейчас можем делать и что утверждается утверждает что при таких преобразованиях линейной боли давайте сделаем так что заметим что для любого для любого и или до всякого и и ты столбец матрицы b содержится в линейной оболочке ну почему потому что ты столбец матрицы b это что такое либо один из столбцов матрица либо один из столбцов умноженного либо один столбец которому прибавили другой столбец умноженный на скаляр то есть видно что в любом случае он принадлежит линейные оболочки всех столбцов и тогда тогда что мы можем сказать что ну тогда линейная оболочка всех столбцов раз каждый из этих столбцов он и содержится линейной оболочки столбцов матрица значит и линейная оболочка что всех столбцов матрицы B тоже там содержится. Поэтому мы видим, что линейная оболочка столбцов матрицы B заветомо содержится в линейной оболочке столбцов матрицы B. Теперь контрольный вопрос. Как нам получить обратное включение? Что надо применить, что надо вспомнить, чтобы понять, что обратное включение тоже верно. Обратное элементарное преобразование сделать? Ну да, совершенно верно. Значит, мы выполнили одно элементарное преобразование от матрицы A, превышающих матрицы B. Получили, что у новой матрицы линейная оболочка столбцов содержится в линейной оболочке столбцов матрицы A. Ну а теперь давайте просто напишем, что обратное включение следует оперативности элементарных преобразований. Элементарных преобразований. Ну вот и все. То есть от матрицы B к матрице A мы тоже можем перейти одним элементарным преобразованием. Ну, значит, аналогичное включение тоже верно, если мы заменим B на A и A на B. Все. Так, это мы доказали. И теперь, собственно, следствие. Следствие. Может быть, вы помните, что у нас в прошлый раз еще была такая характеризация ранга системы векторов векторного пространства, что ранг — это не что иное, как просто размерность линейной оболочки. Ранг — это размерность линейной оболочки. Просто так. И при одном элементарном преобразовании столбцов у нас линейная оболочка сама сохраняется, значит, ее ранг тем более сохраняется. Вот и напишем, что столбцовый ранг столбцовый ранг в матрице сохраняется при элементарных преобразованиях из столбцов. Так, это мы получили. Ну и теперь, как вы думаете, вот из того, что у нас уже тут имеется, что мы можем сказать про строковый ранг? Что мы можем сказать про строковый ранг матрицы? Свойство Т, которое было раньше. Ну, свойство Т — это, конечно, хорошо. Но давайте, смотрите, мы поняли, что столбцовый ранг матрицы не меняется при элементарных преобразованиях строк, и столбцовый ранг матрицы не меняется при элементарных преобразованиях столбцов. Значит, какой вывод можно сделать про строковый ранг? Равен столбцовому? Нет. Нет, смотрите, ладно. Давайте так скажем, что вот когда мы доказали, что столбцовый ранг не меняется при элементарных преобразованиях строк, то если мы вот всю эту ситуацию транспонируем, то это будет означать, что строковый ранг не меняется при элементарных преобразованиях столбцов. То есть если мы доказываем, что столбцовый ранг не меняется при элементарных преобразованиях строк, то тогда строковый ранг не меняется при элементарных преобразованиях столбцов. Так, тут Вера спрашивает, почему мы делаем именно одно преобразование столбцов, а не любое количество? Ну, потому что если мы доказали для одного элементарного преобразования, то тогда для любой цепочки тоже будет верно утверждение. То есть если мы хотим доказать, что при элементарных преобразованиях столбцов что-то там сохраняется, то нам достаточно доказать сохранение для одного элементарного преобразования. Так, а там следствие правильно написано? Давайте я еще раз перечитаю. Столбцовый ранг матрицы сохраняется при элементарных преобразованиях столбцов. Да, в этот раз вроде как все верно, потому что вот мы тут с вами делали одно элементарное преобразование столбцов, то есть сейчас мы с вами занимались как раз элементарным преобразованием именно столбцов. Так вот, про строковый ранг, значит, первая лема нам дает, что строковый ранг сохраняется при элементарных преобразованиях столбцов, а вторая лема нам говорит, что строковый ранг сохраняется при элементарных преобразованиях строк. То есть, с одной стороны, вы можете аналогичное рассуждение провести для строк, с другой стороны, вы можете сказать, что вся ситуация со строками, она получается из ситуации со столбцами просто транспонированием. Давайте напишем. Строковый ранг матрицы сохраняется при элементарных преобразованиях и строк из столбцов. Все, значит, смотрите. Теперь давайте вспомним, какова наша глобальная цель. Глобальная цель наша – показать, что строковый ранг совпадает со столбцовым рангом. Соответственно, мы показали, что обе этих величины сохраняются при элементарных преобразованиях строк из столбцов. Поэтому нам теперь достаточно доказать вот это вот утверждение матрицы, к которой можно привести любую матрицу при помощи элементарных преобразований, например, строк. Ну, например, для улучшенного ступенчатого вида нам теперь достаточно. Вот, давайте мы и докажем. Лемма. Если А имеет улучшенный ступенчатый вид, то ранг матрицы А, ну, то есть столбцовый ранг матрицы А совпадает со строковым рангом, причем оба часа равны количеству ненулевых строк в нашей матрице. Итак, если улучшенный ступенчатый вид у матрицы, то тогда вот столбцовый ранг совпадает со строковым, и более того, он просто равен числу ненулевых строк. Доказательство. Пусть r – это количество ненулевых строк. Тогда, что мы делаем дальше, мы сейчас давайте посчитаем, какой будет столбцовый ранг. Види столбцов. Давайте вообще вспомним, как у нас выглядит улучшенный ступенчатый вид. Итак, у нас единичка, я бы сказал, где-то у нас нули, 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 потом где-то единичка, потом еще какие-то элементы, потом на втором месте единичка. Кроме нее в столбце там нули, да? Здесь какие-то элементы, здесь что-то. Значит, и потом в конце, вот последняя ступень тоже на одни нули, на единице нули. И здесь, в этом же столбце с единицей больше ничего нет, на все остальные нули. И вот у нас, значит, r ступенек в этой матрице. Среди столбцов у нас есть кто? Мы видим, что если мы выделим вот эти вот столбцы, у нас есть вот этот вот столбец, вот и все они столбцы. Видите, у нас получается, что в этой матрице обязательно присутствуют все векторы стандартного базиса в RM с первого по R. E1, так далее, ER, где E это, ну вот, вектор, у которого на итом месте стоит единица, на остальных местах ходит. На итом месте единица, на остальных местах ходит. Значит, мы видим, что такие векторы точно присутствуют у нас среди столбцов. Дальше. Значит, линейная оболочка, значит, линейная оболочка. Линейная оболочка всех столбцов. Что мы про нее можем сказать? Что мы можем про нее сказать? Что на самом деле-то она содержится. Она содержится в линейной оболочке векторов E1, ER. Вопрос, почему? Кто может ответить, почему? Потому что E1, ER, это базис. Ну, почти так. Ну, то есть, смотрите, если мы берем какой-то вектор, смотрите, если мы берем какой-то вектор, отличный от вот этих вот, отличный от вот этих вот, которые мы выделили желтеньким цветом, то тогда, то тогда в этом векторе все компоненты, которые имеют номер, начиная с R плюс 1, они равны нулю. Соответственно, этот вектор обязательно представляется в виде линейной комбинации вот этих векторов, E1, E2 и так далее, ER. Ну, раз он представляется, значит, любой вектор, любой столбец матрица представляется в виде линейной комбинации. Соответственно, линейная оболочка, их всех содержится здесь. Ну, отсюда следует. Поэтому на самом деле, на самом деле тут имеется точное равенство. Векторы E1, ER, они же среди столбцов все содержатся, поэтому поэтому линейные оболочки на самом деле совпадают. Откуда мы понимаем, что, а вот эти вот векторы E1, ER, они линейно независимы, да, поэтому их линейная оболочка, она имеет размерность R. Отсюда исследуют, что ранг матрицы А, столбцовый ранг матрицы, равен E, ой, не ER, а он чему, равен R. Собственно, ранг равен R. Вот, а теперь покажем, теперь покажем, что строковый ранг тоже равен вот этому же самому числу R. Строковый ранг равен R. Ну, теперь заметим, что строк, смотри, ненулевых строк у нас ровно R. Поэтому, чтобы показать, что ранг строковый равен в точности R, нам достаточно проверить, что эти R строк линейно независимы. Теперь покажем, что строки A1 и так далее, AR, линейно независимы. Ну, как сказать, я бы сказал, что вот такое рассуждение мы уже видели. Когда мы с вами обсуждали фундаментальную систему решений, то там у нас возникало очень похожее рассуждение. То есть у нас были векторы, вот мы там строили некую систему векторов и доказывали про нее, что она является фундаментальной системой решений для заданной однородной системы. И там векторы были такие, что вот у нас на итом месте единица у одного вектора, у остальных векторов все нули на этом месте. Вот в конце, помните, под чертой. Ну вот, и здесь на самом деле точно то же самое. Значит, смотрите, как мы сделаем. Мы просто выпишем линейную комбинацию этих строк. Альфа 1, А1 плюс альфа 2, А2 и так далее. Я выпишу линейную комбинацию и посмотрим, а что у нас, собственно, получится вот конкретно по каждой позиции, содержащей главный элемент. Мы видим, что по каждой позиции у нас будет как раз свой скаляр, свой коэффициент вот этой самой линейной комбинации, откуда все и будет следовать, откуда и будет следовать, что все коэффициенты равны нулю. Ну давайте мы чуть-чуть более формально это все пропишем. Пусть, давайте скажем, И1, И2, и так далее, ИРТ, это номера ведущих элементов строк матрицы А. Давайте так, номера столбцов, давайте я чуть-чуть более точно напишу. Номера столбцов, номера столбцов, содержащих ведущие элементы строк матрица. Так, вот здесь у нас получается И1, здесь у нас получается И2, здесь у нас получается ИР. Такая картина. Ну и вот, и теперь пусть предположим, предположим, что альфа-1А1 плюс так далее, плюс альфа-РАР равно нулю для некоторых скаляров альфа-Итых. Ну вот, а теперь, а теперь для всякого к единицы до Р к-тая компонента, точнее даже не к-тая, а и к-тая, и к-тая компонента левой части компонент это координаты. То есть, вот вы смотрите, левая часть, смотрите, вот мы просто взяли, расписали левую часть, у нас получилась какая-то строка, где какая-то линейная комбинация вот этих альфачек. И теперь я утверждаю, что на месте ИК в этой строке стоит просто альфа-Катая. Когда ИК-тая компонента левой части равна равна чему? Альфа-Катая. Ну, почему? Ну, потому что, вот давайте мы еще раз посмотрим на вот эту картинку. Значит, смотрите, что мы делаем. Мы вот берем первую строку, умножаем на альфа-1. Вторую строку умножаем на альфа-3, а третью на альфа-3 и так далее. И мы видим, давайте мы посмотрим на вот, что вот у нас получается в И-1 координате. И первой координате у нас будет единица умноженная на альфа-1 плюс ноль умноженная на альфа-2 и так далее. То есть все остальные равны нулю. Соответственно, на месте И-1 вот в этой линейной комбинации будет стоять ровно альфа-1. Точно так же посмотрим, что будет стоять на месте И-2. На месте И-2 ноль умножить на альфа-1 плюс один умножить на альфа-2 плюс ноль умножить на альфа-3 и так далее. Получается, остается у нас только альфа-2. Ну и так далее. Для всех вот этих вот столбцов мы все проделаем мы видим что все на и к там месте для любого к у нас будет стоять ровно альфа к значит все они равны нулю следовательно следовательно альфа и т.р. а давайте напишем что альфа равна нулю для любого к единице ну что то есть строки линейные независимы и значит а это все ненулевые строки нашей матрицы поэтому их линейная комбинация о линейная оболочка она будет иметь размерность ровно r и это размерность линейной оболочки всех строк матрица и того получаем что ранг матрицы строковый ранг матрица он тоже равен r ну что мы доказали все доказали и теперь предложение для всякой матрицы а размера м можете пожалуйста повторить почему там выше исключения столбцов следует равенство давайте мы вот смотрите значит в эту сторону на включение показали а почему включение верно в другую сторону потому что е1 е2 и так далее и р они тоже они в явном виде присутствуют как столбцы то есть среди столбцов все вот эти есть среди столбцов все вот эти есть поэтому линейная оболочка вот этих векторов она будет конечно же содержаться в линейной оболочке всех столбцов поэтому включение в другую сторону но нам так сказать очевидно но еще проще ну или или я бы я или я бы даже сказал что давайте так здесь давайте допишем просто что среди столбцов есть е1 ер где вот эти вот поэтому линейная оболочка всех столбцов она содержит в себе линейную оболочку векторов е1 так далее ер просто потому что вектор е1 ер в явном виде присутствует в качестве столбцов а теперь возвращаемся вот к следующему предложению так мы уже готовы сами доказать и по сути мы уже все ингредиенты получили для того чтобы доказать что для любой матрицы для любой матрицы а столбцовый ранг совпадает со строковым причем оба равны количество количество ненулевых строк в ступенчатом виде ступенчатом виде матрица но я бы сказал что вот все что нужно для вот этого для доказательства это утверждение у нас уже есть давайте мы просто поговорим что следует из того что выше значит мы показали что вот смотрите если у нас есть матрица то мы можем ее привести к ступенчатому виду да и при этом и строковый ранг и столбцовый ранг они не меняются строковый ранг и столбцовый ранг не меняются от ступенчатого вида мы можем перейти к улучшенному ступенчатому виду при этом ступень строковый ранг и столбцовый ранг также не меняются а в улучшенном ступенчатом виде мы доказали что они совпадают поэтому получаем что раз они совпадают для улучшенного ступенчатого вида, значит, они совпадают и для исходной матрицы. И теперь осталось лишь понять, что когда вы переходите от ступенчатого вида к улучшенному ступенчатому виду, число ненулевых строк не меняется. В общем, следует из доказанного выше плюс теоремы о приведении матрицы к ступенчатому виду, даже так сказал бы. Элементарными преобразованиями столбцов. Поиск рог. Бежит изначально простроги говорить. Ну все, все это мы и доказали. Так, ну давайте я на всякий случай. Плюс теорема давайте еще на всякий случай, что плюс того, что следует из вот этого, вон того, и плюс того, что при переходе от ступенчатого вида к улучшенному ступенчатому вида, число ненулевых строк сохраняется. Вот так, вот это будет наиболее полно, так сказать. Теперь, собственно, посмотрите. Итак, мы с каждой матрицей связали две величины строковый ранг и столбцовый ранг, и сейчас выяснили, что эти две величины совпадают. Ну и как вы догадываетесь, что вот эти две величины, они называются обычно просто ранг матрицы. Ранг матрицы. И кроме того, мы сейчас с вами тоже увидели, как считать ранг конкретной матрицы. Кто-нибудь может сказать? Значит, вот дана нам конкретная матрица с конкретными числами. Как нам найти ее ранг? Так что надо сделать? Ну, привести к ступенчатому виду. Привести к ступенчатому виду, да. И что же? И считать количество ненулевых строк. Совершенно верно, да. То есть, смотрите, ранг матрицы на самом деле в конкретной ситуации, в каждой конкретной ситуации считается очень просто. Надо просто провести привычную операцию приведения к ступенчатому виду, которую вы уже много раз на протяжении вот этого полугодия выполняли в конкретных примерах. И дальше просто сказать, что число ненулевых строк, оно как раз и равно рангу. Ну вот тут нам в чате написали, что привести к улучшенному ступенчатому виду. Я хочу подчеркнуть, что к улучшенному ступенчатому виду не надо приводить. Это лишняя работа. Значит, сама величина ранг, она уже становится ясна в просто ступенчатом виде. Не обязательно приводить к улучшенному ступенчатому, а просто ступенчатого достаточно. Так, ну ладно. Хорошо, это мы обсудили. Теперь давайте мы поговорим про связь ранга с определителем для квадратных матриц. Теперь следствие. Следствие пусть А это квадратная матрица порядка n. Квадратная матрица. Тогда матрица А имеет полный ранг. Тогда и только тогда. Когда что? Когда ее определитель отличен от нуля. Ну и соответственно, это можно было бы не писать, потому что оно эквивалентно тому, что я вот сейчас написал выше. Давайте я напишу, что ранг меньше n, тогда и только тогда, когда определить ранний. Два утверждения, которые я написал вот в одной строке и в другой, они равносильны друг другу, как вы, наверное, понимаете. Но с методической точки зрения их полезно выписать оба. Доказательства. Теперь смотрите. При элементарных преобразованиях строк, при элементарных преобразованиях строк, во-первых, сохраняется ранг. Сохраняется ранг. Это мы уже выясняли. Помимо этого, при элементарных преобразованиях строк, Значит, сам определитель может меняться, как мы знаем, но мы знаем в то же время, что при элементарном преобразовании строк определитель всегда умножается на ненулевой скаляр. Мы помним, что при элементарных преобразованиях строк первого типа определитель не меняется, то есть умножается на единицу. При элементарных преобразованиях строк второго типа он умножается на минус единицу, и при элементарных преобразованиях третьего типа он умножается на ненулевой скаляр, который там участвует. Но в любом случае, если вы выполняете цепочку элементарных преобразований, то в результате этой цепочки ваш определитель умножается на какой-то ненулевой скаляр. Дальше условия. Вот поэтому, собственно говоря, условия определитель матрицы равен нулю. Я дальше напишу. Давайте неравен нулю и равен нулю тоже сохраняем. Ну то есть, если определитель изначально был неравен нулю, то в результате цепочки элементарных преобразований он тоже останется неравным нулю. И наоборот. Если он был равен нулю, то в результате цепочек элементарных преобразований он по-прежнему будет равен нулю. Вот это вот то, что нам нужно. Значит, при элементарных преобразованиях строк вот те вещи, те величины, которые нас интересуют, ранг и равенство определителя нулю, они сохраняются. Но это значит, что нам теперь достаточно доказать, следовательно, достаточно доказать утверждение для случая, когда А имеет улучшенный ступенчатый вид. В этом случае, а что мы имеем в этом случае? В этом случае мы очень хорошо знаем, какие там бывают улучшенные ступенчатые виды. Если ранг матрицы А строго меньше n, то тогда получаем что? Что определительно, даже в А есть нулевая строка. Я бы даже так сказал, что не просто есть нулевая строка, еще последняя строка будет нулевой. В А последняя строка строка нулевая. Ну, а раз так, значит, у нее определитель равен нулю. Значит, смотрите, если ранг меньше n, то мы показали, что определитель равен нулю. Теперь, а если ранг ровно n, то что это означает? Что это означает? Итак, матрица А квадратно порядка n. Она имеет улучшенный ступенчатый вид. Еще известно, что ранг у нее равен. Значит, да, в этом случае А обязана совпадать. Ну да, все строки не ноль, а для улучшенного ступенчатого вида это означает, что матрица просто является единичной. Ну вот, значит, ранг равен n, тогда а единичная, соответственно, определитель а не равен нулю. Не равен нулю. Ну вот отсюда это все исследует. То есть, если ранг меньше n, то тогда определитель равен нулю, если ранг равен n, то определитель не равен нулю. Ну и все, отсюда все исследует. так и доказали это мы доказали теперь теперь мы переходим к сюжету мы сейчас поговорим про связь ранга с определителями под матриц с определителем под матриц давайте мы поговорим теперь про под матриц под матрицей матрицы а называется всякая матрица получающаяся из вычеркиванием каких-то строк и и каких-то столбцов и я напишу и или или каких-то столбцов так это понятие под матриц я надеюсь я надеюсь понятно интуитивно вещь это должно быть интуитивно понятно вот у нас под матрицы уже возникали один разок когда мы с вами говорили про дополнительный минор помните вот мы взяли элемент взяли вычеркнули строку содержащий элемент вычеркнули столбец содержащий элемент у нас получилось матрица тоже квадратная на единичку меньшего размера да но в принципе могли вычеркнуть не одну строку там я не знаю три или пять или десять строк каких-то взять вычеркнуть получилось матрица у которой сток на 10 меньше например ну и столбцы тоже какие-то вычеркнуть тоже все это соединить получили матрицы вот значит идея под матриц она вот такая понятие под матрица теперь простая лима ну давайте скажем предложением если с это под матрицы в а то ранг ранг с ну-ка не он не превосходит он не превосходит ранга исходной матрицы значит матрицы не превосходит ранга исходной матрицы догадательство она очень простое почему я напишу потом обсудим если какие-то столбцы какие-то столбцы в с линейно независимы давайте вспомним что вообще такое понятие ранга мы должны посмотреть на все системы линейно-независимых столбцов и ранг равен наибольшему числу векторов такой системе поэтому мы должны посмотреть вот давайте мы скажем что если какие-то столбцы в с линейно-независимы то соответствующие столбцы ну я напишу и подавно и подавно линейно-независимы давайте мы скажем что что такое под матриц это вот когда мы вычислили какие-то строки какие-то столбцы теперь взяли вот в этой новой под матрицы столбцы да и оказалось что эти столбцы линейно-независимы в с то тогда тогда если мы хотим рассмотреть соответствующие столбцы матрица надо вернуть вот часть строк до чтобы эти столбцы дополнить до до полных столбцов матрица но понятно что если у нас уже для части для части строк не существовала линейной комбинации которые столбцы которые не существовал нетривиально линейной комбинации которое приравнило бы равнялась бы нулю то тогда и когда мы добавим элемент тоже такой линейный комбинат существовать конечно же не может Таким образом, если у нас в матрице S 3D нашлась какая-то линейно-независимая система столбцов, то тогда и в A мы легко найдем линейно-неизависимую систему столбцов, содержащую столько же векторов. Ну и таким образом понятно, что если мы взяли максимальную линейно-независимую систему по числу векторов, в с то тогда вот число векторов она будет равно рангу с а тогда в матрица мы тоже сможем найти столько же линии недвижимых столбцов соответственно и и ранг он либо это же число либо больше так ну отсюда все исследует давайте ладно все не будем писать так а теперь а теперь вот какое вот какое интересное понятие пусть у нас матрица а имеет размер м на н матрица имеет размер м причем не обязательно квадратные не обязательно квадратные не обязательно квадратные значит нам нужно понятие общее понятие минора вот до этого мы понятие дополнительного минора теперь нам нужно общее понятие минора минором матрица называется определитель так давайте так секунду минора матрица порядка давайте давайте вот минором порядка минором порядка к матрице а называется определитель всякой квадратный под матрицы под матрицы в порядка к это понятие минора порядка как давайте рассмотрим пример чтобы было лучше ясно пример пример пусть нас равно а эта матрица 1 2 3 4 5 6 ради мы скажем а сколько в этой матрице сколько в этой матрице миноров порядка 1 напишите в чат миноров порядка 1 тут 6 миноров порядка 1 тут 6 ну что такое в минор порядка 1 это под матрица размера 1 на 1 а что такое под матрица размера 1 на 1 но это просто элемент какой-то матрицы до соответственно миноров порядка 1 их всегда ровно столько сколько всего элементов нашей матрицы конкретно в этом случае наша матрица содержит 6 элементов значит 6 миноров порядка 1 теперь более тонкий вопрос а сколько там миноров порядка 2 2 порядка 2 так вот я смотрю мнение уже разделились мнение разделились и же тут три да ну тут просто такой такой зоопарк получился в чате 249 тут так значит утверждается что миноров порядка 2 тут всего 3 ну почему потому что что такое минор порядка 2 это мы должны найти матрицу 2 под матрицу 2 на 2 но теперь какие строки могут быть задействованы в подматрице 2 на 2 у нас в исходной матрице всего две строки соответственно они обе должны задействовать numgirl теперь теперь по поводу столбцов значит столбцов должно быть задействия на тоже 2 но все всего у нас топцов сколько 1 2 3d 1 2 3 поэтому у нас число миноров на самом деле она будет ровно чему число сочетание из 3 подва число сочетания из 3 Pi 2 Ну, вот сколько вы можете пары выбрать из трех? Ну, три пары вы можете выбрать. Давайте мы их тогда перечислим. Значит, первый минор – это 1, 2, 4, 5. Вот это первый минор. Второй минор – 1, 3, 4, 6. Ну и, наконец, 2, 3, 5, 6. Вот, собственно, три минора мы тут увидели. Все, больше нет. Миноры порядка 2. Миноры порядка 2 мы с вами посмотрели. Ну, а миноров большего порядка тут нет, потому что столько строк мы уже тут не сможем набрать. Так, а теперь теорема о ранге матрицы. Гласит следующее. Для всякой. Матрицы. Размер M на N. Следующее. Три числа равны. Следующее три числа равны. Ну, первое число – это столбцовый ранг матрицы. Второе число – это строковый ранг матрицы. А вот третье число – это наибольший… Так, наибольший порядок… Давайте получше напишу. Наибольший порядок… Не нулевого минора. Что нам тут Айдар пишет? Кстати, определители первой и третьей матрицы же совпадают. Но говорим, что миноров все равно три. Ну, это правильный вопрос. Это правильный вопрос. Да, на самом деле минор понимается не просто как значение, не просто как значение, а все-таки вместе еще и с подматрицей, у которой он берется. Ну, можно, в общем, так и так говорить. Айдар, правильно, вы заметили. Но нам это все не нужно. Вот это вот различие, на которое вы указали, оно нам не нужно. Оно нам не понадобится. То есть, на самом деле, мы сейчас эту теорему сформулируем, потом вы на семинах, не знаю, пару задач на это решите, и все, и дальше нам это не понадобится нигде. Так, давайте докажем. Давайте докажем. Я бы сказал, что просто это некая классическая теорема, которая всегда включается во все курсы линейной алгебры, и чтобы у вас была наиболее полная картина, мы ее приводим. А так, дальше она нам особо не нужна, и в приложениях она тоже, мне кажется, нигде не используется. Так, значит, смотри, уже знаем, уже знаем, что значение 1 совпадает со значением 2. Но это мы уже с вами сегодня ранее обсудили. Теперь осталось показать, что 1… Давайте, теперь осталось показать, что значение 1 равно значению 3. Вот этим мы сейчас займемся. Так, этим мы сейчас займемся. с квадратной матрицы, пусть с квадратной матрицы. Давайте я даже так скажу, что пусть 3 равно r, 3 равно r, и s – это квадратная под матрицей. Под матрицей в а порядка r такая, что у нее определитель не равен 0. Тогда… 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 Столбцы… Хотя я бы даже… Тут не надо, даже ничего не надо особо. Тогда что можно сказать, что… Пусть… Пусть 3, наибольший порядок ненулевого минора в а, он равен r. И пусть s квадратная под матрицей в а порядка r. Порядка r, для которой определитель не отличен от нуля. Ну, то есть вот такой минор, который нам нужен, вот мы его, допустим, нашли. Тогда… По предыдущему следствию, которое мы с вами обсудили, тогда у s ранг равен в точности r. Вот эта квадратная матрица, она порядка r, определитель не равен нулю. Поэтому ранг равен в точности r. Ну, отсюда следует, что ранг а… то есть, давайте так скажем, что первое число… Первое число – это что такое? Это ранг а. Он больше либо равен ранга под матрицей а ранг под матрицей – равен r. То есть, соответственно, это число 3. Всё. Мы показали на мир неравенство в одну сторону, что первое число… больше либо равен третьего. Первое число больше либо равен третьего. Теперь давайте мы докажем в обратную сторону. Обратно пусть ранг матрицы А равен R. Пусть ранг матрицы А равен R, тогда в А есть R линейно-независимых столбцов. Итак, вот у нас матрица А имеет ранг R, тогда в ней обязательно по определению можно найти линейно-независимую систему из R столбцов. Теперь пусть B под матрицей В составлена из этих столбцов. У нее число строк будет таким же, как в А, а число столбцов будет равно уже R. Тогда ранг этой матрицы, ранг B равен R. То, что у нее R столбцов, они линейно-независимые. Но в этом случае в B можно найти R линейно-независимых строк. Мы же знаем, что строковый ранг совпадает со столбцовым, и в матрице B столбцовый ранг равен R, поэтому и строковый ранг тоже равен R. А раз так, значит, там можно найти линейно-независимую систему из R строк. Итак, в B можно найти R линейно-независимых строк. Ну, тогда пусть S – это под матрица, в B составленная из этих строк. Строки линейно-независимы, да, поэтому минор, что можем сказать про… в смысле, вот ее определитель. Тогда S – это матрица порядка R квадратно, и определитель ее отличен от нуля, потому что строки линейно-независимы. Строки линейно-независимы, определители отличены от нуля. Соответственно, что мы получили? Что из предположения, что ранг матрицы исходный равен R, мы вывели, что в ней можно найти вот такой минор порядка R, который отличен от нуля. Ну, значит, число 3 тоже… Так, в какую сторону? Значит, 3 как минимум… 3 не меньше, чем 1. Итого 1 равно 3. Все, число 1 равно числу 3. Все мы доказали. Ну, давайте скажем, что… Замечание. Миноры… Миноры из 3… То есть, вот эти вот миноры, которые что? Это миноры порядка R… Я бы даже так сказал, что миноры… Ненулевые… Миноры наибольшего порядка… Вот, давайте так скажем… Ненулевые наибольшего порядка… Ненулевые… Большего порядка… Называются базисными… 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 В общем, если вы в каких-нибудь там, я не знаю, учебниках будете сталкиваться… Там бывает понятие «базисными минор». Базисными минор… Что такое базисными минор матрицы? Это… Ненулевой минор наибольшего порядка… Ненулевой минор наибольшего порядка… Так, хорошо. Все, мы теперь… Теперь эту теорему доказали. Замечательно. Теорему доказали. И теперь давайте мы… Все, значит, вот понятие ранга мы с вами ввели. Мы с вами… Теперь получается, вот из этой теоремы… Из этой теоремы мы получили три различных… Три различных варианта… Три различных варианта. Что такое ранг? Это, во-первых, столбцовый ранг, во-вторых, строковый ранг, и, во-вторых, и, в-третьих, это наибольший порядок ненулевого минора. Вот про ранг мы поговорили. Теперь давайте мы… Обсудим… Какие приложения? Приложение… Ранга матрицы… К исследованию… Система линейных уравнений… Система линейных уравнений… В общем, теперь мы сейчас просто сформулируем несколько таких красивых теорем, которые увязывают… Увязывают там число решений с рангом матриц коэффициентов или с рангом расширенной матрицы. Итак, пусть у нас есть… Пусть у нас есть система линейных уравнений… Система линейных уравнений… Ах равно b… Ах равно b… Давайте мы аккуратненько скажем… Матрица А имеет размеры m на n… Дальше… Х – это у нас неизвестный вектор из fn… А b – это у нас известный вектор из fn… Вот такая у нас картина… Теперь… Пусть у нас… А и b – расширенная матрица… Объект, с которым вы хорошо знакомы… Расширенная матрица… Ну вот… И теперь мы сейчас сформулируем несколько теорем… Первая теорема… Теорема, которая называется… Кроны Кирокапелли… Так, тут часто… Часто в этих фамилиях путают ударения, поэтому давайте я их проставлю… Значит, кроны Кирокапелли… Теорема Кроны Кирокапелли… И давайте мы нашу систему пометим звездочкой… Значит, система… Что утверждает теорема Кроны Кирокапелли? Что система звездочка совместна… Тогда и только тогда… Когда ранг матрицы коэффициента совпадает с рангом… Расширенной матрицы… С рангом расширенной матрицы… Вот такой вот интересный… Вот такой интересный критерий совместности… Этот критерий… Его на самом деле можно объяснить на пальцах… Почему? Почему? Потому что… Смотрите, что означает, что система… Вот эта звездочка совместна… Что такое вообще АХ? Что такое АХ? Это линейная комбинация столбцов матрицы А… Это линейная комбинация столбцов матрицы А с коэффициентами из Х… Значит, с коэффициентами Х1, Х2 и так далее… И что означает, что такая система совместна? Это означает, что столбцы… Что вот при помощи такой линейной комбинации столбцов матрицы А… Можно выразить вектор В… Но что означает… Вопрос о том, что… Что означает… Утверждение о том, что В выражается в виде линейной комбинации столбцов А… Это означает, что В содержится в линейной оболочке столбцов матрицы А… Что означает, что он содержится в линейной оболочке столбцов матрицы А… Это означает, что линейная оболочка столбцов матрицы А… Совпадает с линейной оболочкой столбцов матрицы А… К которым добавлен еще вектор В… Ну, собственно, и все… Ранг мы знаем – это размерность линейной оболочки столбцов… Поэтому… Отсюда все следует… Это было, так сказать… Ну, тоже в каком-то смысле доказательства… Давайте мы чуть более формальные доказательства сейчас приведем… Доказательства… Доказательства можно так сказать, что… При… Элементарных преобразованиях… Преобразованиях… Строк… У нас что? Матрицы… Ну, расширенные матрицы, да… Множество решений… Нашей системы… Сохраняется… Это мы знаем… С давних времен… При элементарных преобразованиях строк… Множество решений… Сохраняется… Это мы знаем… Также… Что у нас еще сохраняется? Так же… Сохраняется… Величинный ранг… Ранг матрицы А… И ранг… Ну, расширенной матрицы, да… Ну, это мы знаем… Следовательно… Поскольку мы всякую матрицу можем привести к ступенчатому виду… Давайте мы к ступенчатому виду приведем… Следовательно… Исследование сводится… К улучшенному ступенчатому виду… Ну, давайте не к улучшенному ступенчатому виду… Просто к случаю… К случаю… К случаю… Когда… Матрица… А… Б… Имеет ступенчатый вид… Имеет ступенчатый вид… Теперь… Что в этом случае… А в этом случае… В этом случае… Система… Система… Наша система… Система совместна… В каком случае… Когда… В этом нашем… Улучшенном… Просто ступенчатом виде… Нет… Нет строк… Вида… Ну, каких… Вы помните… Какого вида… Значит… 0, 0 и звездочка… Где звездочка… Не равна нулю… Вот такого вида у нас… Нет строк… Но это означает… Что… А это как раз означает… Что… Вот когда вы к матрице А добавляете столбец B… То число ненулевых строк у нас не увеличивается… Не увеличивается… Но это означает… Что число… И давайте сказать… Количество… Количество ненулевых строк… Ненулевых строк… В… А… И… Вот… А… В… Совпадают… Когда вы добавляете столбец B… У вас число ненулевых строк не увеличивается… Но это как раз и означает… Что… Ранг матрицы А… Он совпадает с рангом расширенной матрицы… Да… Ну в общем… Давайте так сказать… Что на словах я привел некое объяснение… Его тоже можно сочесть за доказательства… Но вот я еще более формальные доказательства… Немножко другое привел… Так… Это была теорема Кроно-Киракапелли… Теорема Кроно-Киракапелли… Следующая теорема… Пусть… Наша система… Совместно… Совместно… Тогда… Она имеет… Единственное решение… Решение… Тогда… Только тогда… Когда что? Когда… Ранг матрицы А… Равен чему? Он равен числу неизвестных… Число неизвестных… Число неизвестных… Число неизвестных… это означает, что ранг матрицы коэффициентов уже равен рангу расширенной матрицы по теореме Кроно-Керракапелли. Поэтому что мы можем сказать? Значит, доказательство опять все сводится к случаю, когда А имеет ступенчатый вид. Давайте мы скажем, что не А, а вот прям расширенная матрица. Когда расширенная матрица имеет ступенчатый вид. Но что мы можем сказать по ступенчатому виду? Значит, в этом случае что мы имеем? Решение единственное. Это что означает? Это означает, что у нас нет свободных неизвестных. А что означает, что нет свободных неизвестных? Это означает, что главных неизвестных ровно n. Ну а что значит главных неизвестных ровно n? Это как раз означает, что в нашей матрице ровно n ненулевых строк. Ну и замечательно, значит, вот эта матрица ровная не нулевых строк, но это как раз и означает, что ее ранг он равен n. Ну а по тире микронной керакапелли, вот из условия совместности мы получаем, что ранг расширенной матрицы он равен n, ангусходной матрицы. Ну и все, мы все доказали. Так, и наконец еще одно следствие. Пусть матрица а квадратна. То есть это ситуация, когда вот у нас матрица имела размер m на n, теперь мы знаем, что она квадратна. И вот в этой ситуации тогда наша система имеет единственное решение только тогда, когда определитель матрица отличен от нуля. Ну и доказательства. Доказательства. Что мы сделаем? Если есть единственное решение, единственное решение, это что означает? Это означает, что отсюда должно следовать, что ранг матрицы коэффициентов он равен в точности n, но отсюда следует, что определитель отличен от нуля. Правильно, значит, если смотрите, если решение у нас единственное, отсюда следует, что система совместна, и тогда ранг матрицы коэффициентов равен n, ну вот по предыдущей теореме. По предыдущей теореме. А матрица у нас квадратна, значит, в этой ситуации то, что ранг равен n, то есть это полный ранг, это означает, что определитель не равен нулю. Теперь обратно. Ну, если определитель не равен нулю, если определитель не равен нулю, то тогда у нас опять-таки ранг a равен n. И тут нам так, кто-то хочет что-то сказать или случайно микрофон включится? Так, видимо, случайно микрофон включился. Так, выключим весь звук. Так, ранг равен n. Следовательно, у расширенной матрицы тоже ранг равен n, потому что столбцов там ровно, строк там ровно n, там больше быть не может уже ранг. Следовательно, ну, а вот из того, что она совместно, совместно, из того, что она совместно и ранг матрицы коэффициентов равен n, отсюда уже следует, что и вот это вместе дают как раз то, что единственное решение. Ну, а теперь контрольный вопрос, а по какой формуле это решение можно найти всегда? Замечание. Замечание. В этой ситуации и в этой ситуации решение выражается какой формулой? Крамера? Ну, можно Крамера, да. Ну, вот Айдар нам пишет правильно, что Крамеру можно, конечно, но вот просто ничего не считая, никаких определителей, просто можете сказать, что x это a-1 умножить на b. a-1 умножить на b. Так, хорошо. Значит, это мы с вами обсудили. Это мы с вами обсудили. Так, и у нас еще остается время, давайте мы тогда еще одно утверждение разберем. Еще одно утверждение разберем, еще одно очень важное. А вот такой вопрос получается, что это как бы, ну, если мы знаем ранг матрицы откуда-то, ну, нам это, скажем так, актуально, потому что, ну, нам либо определить, ранг матрицы, это же примерно один и тот же набор действий. Т. Да, 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 это правильно. Это, смотрите, вот эти утверждения, они имеют чисто теоретическое значение. Чисто теоретическое значение, что вот посмотрите, вот у нас с одной стороны есть, есть понятие, там, системы линейных уравнений, там совместности, несовместности, единственные решения, да, а вот с другой стороны у нас есть понятие ранга. Или понятие-определительное. Смотрите, вот эти все ситуации, они друг с другом связаны вот такими красивыми формулами. Вот это единственная вещь, которую хочется здесь сказать. С практической точки зрения, да, эти формулы ничего нового нам не привносят. Абсолютно ничего нового. Просто вот некие красивые теоретические результаты. На практике, как мы работали методом Гаусса, так мы и будем. Работать методом Гаусса и ничего нового тут нет. Так, хорошо. Значит, следующее. Пусть система линиях уравнений звездочка однородна. Пусть наша система однородна, то есть, напомню, что это АХ равно нулю, да, вот она у нас, такой вид имеет. Тогда мы знаем, что для однородной системы линиях уравнений множество решений является подпространством в пространстве РН. Давайте скажем, что пусть, пусть S это множество решений, это система линейных уравнений. Мы знаем, что S это подпространство. Знаем, что S это подпространство. Вот в этом самом Fn. Ну и вот теперь вопрос в том, собственно, чему равна размерность этого подпространства. Чему равна размерность этого подпространства? Давайте мы это обсудим сейчас в предложении. Размерность этого подпространства, она равна ничему иному, как N минус ранг матрицы А. N минус ранг матрицы А. То есть, вот еще одно приложение, еще один общий результат, вывязывающий размерность пространства решения однородной системы с рангом ее матрицы коэффициентов. Доказательство. Ну, доказательство тоже очень простое. Мы знаем, что как мы решаем такую систему. Итак, элементарное преобразование строк. Такая система приводится к B0, где это, допустим, улучшенный ступенчатый вид. Улучшенный ступенчатый вид. Вот. И тогда что? Пусть R, пусть R, это число ненулевых строк. Число ненулевых строк. Вот в этой самой B. Вот в этой самой матрице B. Тогда, тогда, с одной стороны, мы знаем, что это не что иное, как ранг B. Он же будет равен рангу матрицы А. С другой стороны, На прошлой лекции мы строили фундаментальную систему решений для однородной системы. А что такое фундаментальная система решений? Давайте я напомню, это базис пространства решений. А что такое размерность пространства? Это число элементов базис. Соответственно, мы в прошлый раз строили базис. И этот базис состоял у нас из какого числа векторов? Вы только что сдавали колокриум. Надеюсь, еще помните. Свяжу у вас воспоминания. n-r, да. С другой стороны, мы строили фср, состоящую как раз, ну давайте не будем писать, как раз, ровно из n-r. Ну, это означает, это и как раз и означает, следовательно, размерность нашего подпространства. Это число элементов в фср. Это равно, давайте напишем число, число элементов в фундаментальной системе решений. И оно уже будет равно, чему у нас. Но оно у нас как раз равно n-r. А что такое n-r? r – это у нас ранг матрица. Получается n-ранг матрица. Ну, все. Все мы доказали. Так, ну и давайте я посмотрю. Так, у нас осталось 3 минуты. Можно ли еще доказать? Ну, давайте-то не будем. Давайте тогда вот сейчас мы и закончим. Если есть какие-то вопросы, то можете их задать. Здесь матрица A все еще квадратная? Тут вопрос нет. Здесь уже нет, не обязательно квадратная. Давайте напишем, что матрица A не обязательно квадратная. Здесь уже нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова